Могу сегодня сделать педикюр от выпера. С каким молоком лучше сделать? Это, кстати, эйванский. Ему лет сто, наверное. Он до сих пор не засох. Педикюр я раньше делала гель, но это мне не особо нравится, поэтому... Бывает просто, как покрашу обычным лаком, потому что я склоняюсь к вот этому цвету. Не люблю, когда лак полосит. Вот так кисточками удобно. Когда наносишь его, а он в один слой не смотрит, ну как бы в один слой появляются такие пробелы. А на два слоя он скатывается. Даже не сохнет. Поэтому вот я не знаю... Вот этот, по-моему, тоже старый, но держится долго и не повозит. Вот такой вот он склоняюсь. Но качество почему-то, мне кажется, у него не огонь. Проверим. Он неизменный. Фокус. Неизменное масло для сакара. Вот я ему уже даже несколько лет пользуюсь. Кстати, хватает надолго. Раньше я не... В принципе, ко мне всегда сакар так неплохо прилипал на ноги. Почему-то вот никогда не сакарали. А с вот этим маслом отлично сакарают ноги. Причем быстро, хоть оно и написано для интенсивного сакара. Ну, как бы его использовать, когда у вас уже небольшой сакар есть. Но, на самом деле, тоже без сакара. Ну, хорошо и быстро действует. А я его даже наносила на лицо, но так делать нельзя. Потом различные термотины могут быть. И очень это все хорошо. Ну, для ног, для тела. В общем, на мото. Еще есть такой. С SPF 30. Но... Но детская она я использовала для себя. На нос, на такие. На плечи. Вот чувствительно. Такие места. Вот тоже быстро сакара. Вот этого наносила. Тоже неплохо. Мне тут понравилась такая помада. Да, она не моя. Но я так немножко попробовала. Ну, такая легкая-легкая. То есть, такой оттенок небольшой. Приятный. Вообще помада в последнее время стала не сильно любить. Больше с карандаши. Вот это мне прям понравилось. Да. Еще не помню. Наверное название пирмы. Туалетная вода. Туалетная вода. Вот такая понравилась. Я не сильно это раньше любила. Туалетные воды. От Эйвен. Да. В последнее время как-то. Мне особо вот это понравилось. Причем вот. Как она тут. Ту-дэй. Ну, это как бы с их серии. Видимо, помню, что сам Ту-дэй он вкусно пах, но у него была проблема, потому что он, как-то, был такой сильно навязчивый аромат, по странам, да, я вам пока не берем вот такая вот бутылочка и они приятные я себе сказала два аромата на распив на пол 30 вот когда приеду в квартиру, проверю что там, я даже вообще если честно, заказала просто по названию два аромата даже не знаю как они пахнут или как там правильно говорят звучат не знаю может посмотрим у меня была идея подсчитать вам подождем дождь какой-то славно не слышно не слышно не слышно не слышно не слышно ладно дождь отменяется конец не слышно безотратное мутная он до мальчиков не слышно не слышно не слышно не слышно под каждой под каждой не слышно не слышно не слышно не слышно положение на фронт на фронт уехали последние здоровые мужики в труд армии в трудармы и маломальские способны работать ушел веселый пьяница плотник хвостов и двое парни и близнецов у дичковых которые еще учились в школе в десятом классе капа почтальонки теперь боятся еще пуще вот белые бабы блюют ей вслед будто она виновата принесла им самая лютая невозможная о чем страшно подумать ушла на фронт солдат горит вслед за ней вступила в сандрушеница подружка белого говорят что их обеих отправили под Сталинград неожиданно для всех на фронт ушел представитель нашего колхоза неожиданно потому что все говорили на фронт его не возьмут что у него какая-то там бронь или броня бабы окромче всех аграфена кукушкина сидели представителя на мостах у речки у колодцев и за околицей где всех собиралось стадо говорили с нехорошей завистливой неприязнью вот мол такой здоровый мужик от войны хоронится командовать бабами и всяк может а наши домушки где всех поставал себя оставил не кла никуда не канала когда начнешь вспоминать собрание сочинений я уже читала как-то отрывок по-моему стыкники но сейчас попалась вот здесь получается содержание но сейчас попалась такая глава или сочинение очень даже к сожалению не актуально всем спасибо и пока пока пока